В Новом Уренгое стартовал ежегодный благотворительный марафон «Твори добро», главная цель которого — собрать деньги для детей с генетическими заболеваниями. От такого количества мероприятий просто разбегается во глазах. Давайте посмотрим, что организаторы в этот раз приготовили для горожан. Встречали гостей творческие коллективы и живая музыка. Пели и играли на инструментах воспитанники школ искусств. Запечатлив портрет на память, в новогодней фотозоне горожане отправлялись в путешествие по добровольческим локациям. На первом этаже ярмарка. Здесь продают выпечку, значки, кислородные коктейли и многое другое. Здесь, например, я вижу сладости. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что вы продаете? У меня веганский шоколад из натуральных какао-продуктов, которая изготовляется методом меланжирования на гранитных жерновах в течение четырех суток. Сегодня пришли на эту ярмарку седьмые классы гимназии. Они принесли очень много выпечки, которую сами сделали. Много принесли сладостей, много можно найти, например, эшпочмаков. Они очень быстро разлетелись. И все это дети делали сами для того, чтобы сегодня продать, для того, чтобы заработать много денег на благотворительность. Кому пироженки купили? Домой, родным, близким. А на каких площадках еще успели побывать здесь? На йогу, пускай, дил. Для юных и взрослых новоуренгойцев провели различные мастер-классы по декору выпечки, изготовлению игрушек, открыток, а также интерьерных украшений. Расскажи, пожалуйста, как ты это делаешь, как это делать правильно? Я беру штампик, на маму, пробую краской, делаю ее на елочку. Держу и стучу вот так вот, потом отрываю и получается так. Были также полюбившиеся детям аквагрим, рисование на песке, кукольный театр и десятки развлекательных программ с танцами и конкурсами. А у меня получится сюда встать? Так. Надо очень сжаться хорошо или не надо? Это для тех, кто хочет экстрима. Я в больном пузыре. Для самых маленьких открыли импровизированный детский сад. Пока родители участвовали в мероприятиях марафона, воспитатели присматривали за детьми. Привела двух детей, три года, шесть лет. Весело всем. На самом деле, хорошее мероприятие, мы его каждый год посещаем. Сначала привела, ушла на мастер-класс. Закончится мастер-класс, пришла за детьми посмотреть, поснимать их. Это очень удобно, конечно, потому что руки развязаны, я могу и сама побегать. И в то же время и детям весело, я их не таскажу с собой по своим интересам. Коллективы городских предприятий собрали команды для участия в благодатных состязаниях. В марафоне такой формат соревнований прошел впервые. Все взносы участников также пойдут в благотворительный фонд «Твори добро». Что-то по типу веселых эстафет, веселых стартов. Шесть-восемь видов. Прыгание в мешках, передача друг другу различных предметов, ведение мяча клюшками, ну и кое-какие еще вещи. Предварительно «Добрый праздник» собрал 700 тысяч рублей. Но платежи продолжают поступать. Присоединиться можно и сейчас, переведя средства по QR-коду. Акция «Добрый декабрь» не заканчивается марафоном. 15 декабря в 19.00 в спортивном комплексе пройдет благотворительный спектакль. А 17 декабря школьники приглашают всех на ярмарку. Татьяна Забродина, Андрей Тихонов, телерадио компания «Сигма» для НУР-24.